Здравствуйте, дорогие соотечественники! Иногда полезно читать классиков. Вот я недавно раскрыл томик замечательного писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Человек чем интересен? Он был вице-губернатором двух провинций, имел колоссальный опыт в административном управлении. Глубочайшее понимание, как работают всякие коррупционные схемы, политиканство, все это. Все знал. Короче, человек был фантастического ума, проницательности. И он был слегка, ну скажем, я бы не сказал, чтобы Салтыков-Щедрин какие-то элементы мезантропии, то есть не любви к людям, но вот это едкий сарказм и сатира, горечь за человеческую глупость всегда его преследовало. И об этом он писал. И вот у него вот этот томик с замечательным произведением «История одного города». Речь идет о городе, где-то в глубинке России, какой-то заштатный городишко, то ли уездный, то ли какой, глупов. И вот его обыватели, жители все время мучаются от того, что им присылают каких-то непонятных градоначальников. У каждого свой стиль руководства, но счастье ни один из этих градоначальников им не принес. И вот заканчивается история одного города следующими словами. Там один перед этим надурил градоначальник такого, что разрушил фактически весь город, и заканчивается так. И тут история прекратила течение свое. И в нашем случае история остановилась на миг, потому что время никогда не останавливается. Чтобы понять, что происходит с нами, кто мы такие, почему в данном случае нам градоначальников не присылают, мы их избираем сами. Это случай куда более интересный. И вот мы пригласили в студию Дмитрия Ройбу, представителя молодого поколения, человека гражданской четкой позиции, очень активного. И самое главное, что он представляет молодое поколение. А для нас всех очень важно знать, кто приходит к нам на смену, и о чем эти ребята думают, и как они смотрят на все то, что с нами происходит, и как они участвуют в этом смене. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Извини меня, Дима, за такую преамбулу, потому что, знаешь, иногда вот без ссылок на классику очень трудно понять, что же происходит. Классики люди мудрые, поэтому их временами полезно читать. Так и есть. Скажи, пожалуйста, вот эта история одного города, вот по Салтыкову-Щедрину, только там градоначальников присылали сверху, а здесь градоначальников избираем мы. Сильная ли разница в следствиях, вот когда назначают или когда мы сами избираем? Вот как история вот этого бедного города, который с каждым градоначальником все более и более разрушался. Вот объяснишь, не чувствуешь ли тут какого-то парадокса? Да, там назначали. Верно? Мне кажется, если назначают сверху... А тут мы сами избираем, как бы... И ничего не меняется? Да. Мне кажется, если назначают сверху, то есть шанс больше, что попадется нормальный, хороший мэр, то есть менеджер может быть эффективный, то есть там по каким-то профессиональным критериям могут назначить. А в нашем случае выбирается не очень-то и примар, а выбирается политик, который более красноречив, который... Галстучих лучше сидит, смотрится красивее. У которого лучше компания, у которого лучше пиар-менеджеры и так далее. В случае с Кишиневом так и получилось, потому что Кишинев не избрал мэра, Кишинев избрал политика. Кстати, тут у нас еще тонкость, у нас очень хитрый город. У нас для того, чтобы избирательное, чтобы лекторатам было легче манипулировать, у нас городу приписаны окрестные, так сказать, субурбии. И я хочу знать, а вот в периметре собственно города Кишинева... 58% проголосовало за Ивана Чапана. Итак, внутри города 58% населения за избирателей. А в пригородах наоборот. И получается разница в 12 тысяч голосов, которую дала победу Настасе. Это не что иное, как выбор, скажем, четырех сел, таких как Будешть, Дурлешть, ну и еще несколько сел, которые дают по несколько тысяч голосов. Бачо и так далее. К которым по большому счету, собственно, города Кишинева дела очень мало. Да, они только там раздерживают. Потому что они не горожане как таковые. С проблемами реальными, которые... Но это делает честь кишиневцев, если хотя бы в периметре города 58% избрала перспективный путь. Это значит, что это далеко не глуповцы, как у жителей города глупого. Да, только ничего не меняется. Народ у нас, так сказать... Но тем не менее, вот ты хорошо сказал, но только ничего не меняется. Почему? Вечер выборов... Казалось, демократия, пошли на выборы, избрали, воля народа победила, а так результат? У нас три раза избрали Киртуака, о чем вы говорите? Это же невозможно. Они ходили на выборах и бросали такого рода шутки, скажем так, политические, как разбрасывали листовки, где было написано. Ну, в одиннадцатом году Дадон хочет исключить пригороды из состава муниципий Кишинева. Только потому, что им не нравится, как вы голосуете. Тогда Дадон проиграл с четырьмя тысячами голосами. В пятнадцатом году то же самое. Гречаны хочет исключить пригороды. В восемнадцатом году то же самое. Чабан хочет исключить пригороды. Во-первых, очень жалко, что вышло так мало людей на выборы. В самом Кишиневе? И в самом Кишиневе, и в пригороде тоже. Если раньше, скажем, восемь лет назад на такого рода выборы выходили, ну, там, где я был наблюдателем, по полторы тысячи людей, 1700, то сейчас выходит 1900. То есть люди просто не выходят на выборы, им надоело. Они думают, они до такого уровня разочаровались в этой политике, в том, что у нас происходит, что они просто не хотят голосовать. Они говорят, кто бы ни был другой, ничего не изменится. Поэтому зачем мне тратить время, идти туда, еще легитимизировать их власть. Пускай они сами же с собой там изберутся и так далее. Это очень, очень жаль, потому что у нас люди перестали верить в идеалы, скажем так, в том числе политические идеи. И перестали верить в демократию. То, что выборы могут чего-то изменить. Но это, давайте мы не будем прятаться за пальцем. Нет, 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 давай мы так скажем. Дело в том, что есть теории, идеальная теория. Вот народ выходит, понимаешь, на выборах выбирает себе своего представителя, делегирует власть. И все, так как он выбран, он представляет интерес, он ответственным. Что на самом деле? Наоборот. Он ни перед кем не ответственен. Он, интересы граждан для него не на первой строчке. Но то, что я хотел сказать по поводу того, как у нас выбирают. Мы же не должны обижаться ни на кого. Мы не можем обижаться на тех политических. Киртоаку три раза мы сами избирали. Люди же за него голосовали. Еще люди дрались за него. Люди обзывали других людей. Вот как и сейчас. Те, кто голосует за Ивана Чабана, все они овцы, потому что они голосуют за него. Давайте скажем наоборот, как им будет приятно. То есть люди опустились сами. Политическая культура, она так упала. Я не был уверен, что она была велика, но она до такого уровня упала, что люди обзывают друг друга, ссорятся, лезут в драки. По мотивам за кого, кто голосует? Это... То есть нетерпимость зашкаливает? Да, но это очень глупо, потому что в любом случае, те, которые дерутся, ни один из них не будет мэром. И даже если не подерутся, это никак не повлияет на... А политики на это и рассчитывают. Вот. Поэтому вина того, что происходит у нас в стране последние 9-10 лет, с 9-го года, то это и есть вина наших граждан, вина каждого из нас. Либо потому, что в нужное время, тогда, когда мы ходили на политические дебаты или на встречи с кандидатами, мы им не задавали нормальные вопросы, не давали им шанс раскрыть себя с точки зрения шарлатанства, чтобы мы поняли, кто они на самом деле. А мы всего лишь поддерживали эту идею. Да-да, мы хотим в Европу, или да-да, мы хотим в таможенный союз, или мы хотим каких-то абстрактных очень вещей. А люди не требовали реальных результатов, логических ответов на нормальные вопросы. Вот когда были дебаты сейчас между Чабаном и Настасой, то Иоанн Чабан задал вопрос Настасе про то, что он будет делать с очистными станциями в Кишиневе. И он начал нести, откровенно говоря, полный бред, потому что человек не информирован полностью на этот счет. Это говорит о том, что его очень мало волнуют эти очистные сооружения. Вот, я в продолжении этой темы. Он говорил, мы сделаем, мы попросим румынские и европейские деньги. Нужно обязательно проводить... Запад нам поможет, Европа нам поможет. Да, стандартные фразы, которые мы уже слышим. Но когда Чабан говорит, ты не в курсе дел, там уже проект есть, 26 миллионов евро уже выделены на это, то есть ты должен просто взять и довести это дело до конца, если ты будешь мэром. То он сказал, ты специалист по канализации, а я самый большой борец коррупции. Вот это говорит о качестве дебата, в том числе у нас, и о том, как люди выбирают. Ну, как можно идти дальше за этим человеком, который вот так вот бегает, как девочка в поле, знаете, типа, никто меня не поймал и так далее. То есть уходит от ответов на простые, четкие, ясные вопросы. Причем очень нечестным образом, очень... Скользко. Да, это не тот уровень. Я считаю, это не тот уровень. Мне кажется, это уровень обычных адвокатов, там, всяких полемистов, софистов. Раньше в Древней Греции таких людей называли софисты. Самое поразительное, что если перевести из Древней Греческой, софия, это мудрость. Казалось, софисты, это носители мудрости. На самом деле, это просто хитроумные спорщики, задача которых слушатели во время полемики ввести в заблуждение и выиграть спор. Я продолжу эту тему. Вот как они, софисты, вроде бы должны быть носителями мудрости, вот так же и у нас. Про европейские политики, либерации с коррупцией, так как он себя называет, Настасья. Они же на словах делают одно, а на деле получается совсем другое. Но если он говорил, что там достоинство и правда, то потом оказалось, что в этой платформе достоинство и правда не очень-то есть. Начнем с того, ты помнишь, они говорили, мы в политику не лезем. Не лезем, помню. И чем закончилось? Да, и они кандидаты на выборах. И дальше они говорят, мы никогда не будем... Вся достоинство и правда закончилась... Ну да, политической партией. Все? Да, а если политическая партия, то все понятно с ними. И они говорят, что дальше, к примеру, не будут делать никакие альянсы с Плохотнюком. А я уже не верю. Они так и говорили, что они партию не создадут. Он говорит, что осенью не будет кандидатом в депутаты. Я тоже не верю. Мне кажется, что это для него получается хорошим трамплином для парламентских выборов. И они очень сильно... Вы знаете, что были нарушения очень большие во время выборов? Есть те, о которых я не могу говорить, потому что есть некоторые нюансы. Но скажу лишь то, что мне звонили люди и говорили, вот я дома, на террасе, в пригородах. А ты непосредственно как бы участвовал. Да, я был наблюдателем. И он говорит, вот разъезжает машина по деревне с колонкой, и его голосом говорит, «Стимат, счета тень, и шит славот. Ну, фитин дифференс». То, что нелегально, это является прямым поводом исключить его из компании. То есть они пошли по беспределу, они пошли на такого рода действия, которые не к лицу проевропейской партии, или как они себя называют, интеллигенции и так далее. Кстати, это в народе называется подстава, да? Да, так и есть. Провокация. Мне кажется, что компетентные органы у нас не сработали в полную силу. Да, если бы и поймали, то это было бы прямым нарушением, которое позволяло бы его исключить из предвыборной гонки. Но тогда у нас получаются бессмысленные выборы. Всего лишь год, второй тур, столько денег потратили, а тут его еще и исключаем. Приходится аннулировать выборы, зачем все это нужно было и так далее. То есть они дали дальше. Но, к сожалению, вот у нас есть такой примар, который нарушает закон, еще не став примаром, который обманывает людей, при этом называет себя достоинством и правдой, который говорит, что не будет делать политических партий, но делает, и который говорит, что осенью не пойдет в депутаты. Можем здесь поспорить, что он точно пойдет на это, потому что он возьмет на себя роль бульдезера для этой партии, и он будет тянуть за собой голоса людей, и потом, может быть, он вернется в примарию. Ты знаешь, что вот твое предположение не такое же, скажем, неправдоподобное, можно сказать, ну, ты действуешь как бы по принципу «не верю, потому что обманул», да? А тут есть еще и другая мотивация. Ведь это не выборы, это же не обычные выборы, стандартные, на несколько лет, прямая. Вот как Киртуака, три раза по несколько лет. Здесь всего лишь на один год. Если всего лишь на один год, то на самом деле, если человек, видно по всему, он политикан, политик, да, и если ему эти очистные сооружения, он о них ведать не ведает, и его там мало чего интересует, это говорит о том, что у него цели политические. Верно? Так и есть. И вот, сопоставляя вот первый аргумент и вот этот второй, всего лишь на год, мы же на самом деле, это для него только трамплин. Так и есть. И, конечно, для них интересно, при Марии, как административный ресурс, как бюджет, как команду. Там столько бед, проблем и все такое. Да, ну, кроме этого, конечно. Но я хотел еще коснуться другого момента. Вы знаете, что в политологии считается, что первый тур показывает настоящую симпатию людей к одному или другому кандидату. Вот у нас был пример с Киртуака, когда он с Додоном в первом туре Додон берет 48% или 46%, Киртуака берет 36%. А потом начинается инлекторальный фокус. 14% людей появляется. Вот в нашем случае этот Анастасий берет 31% или 32% в первом туре, а он является кандидатом трех партий. По-моему, да? 42, по-моему. Вот где-то в том. Под 43, да. Но вы же понимаете, что Анастасия является кандидатом трех партий сразу. Это партия либерал-демократ, партия Филата, которая сейчас в тюрьме, и которой украли миллиард. Это партия Майя Санду, которая разрушила образовательную систему. И платформа Демитальтиша Девер, это платформа олигархов ЦОПа, которая сейчас прячется в Германии. Бывшие друзья Плохотнюка. Подожди, насчет Майя Санду тоже интересная. Мы как-то пробегаем, вот наша Жанна Дарк, наша там Майя, а я что-то вспоминаю, случай с аэропортом. Она голосовала. А когда речь шла о том, вот касательно миллиарда этих кредитов, и она голосовала. А вот эти мальчишки, которые когда прикрыли эти интернаты, и многие ночевали, и на чердаках зимой не имели куда идти. Да, тоже ее рук дело. Сейчас хотел национал почти, ну его сейчас освободили, не знаю, где они живут, эти ребята. Но они жили там, несколько десяток человек, молодых ребят. Они обещали открыть ватра Центр. То есть это говорит о том, что вот тень Майя Санду за плечами Анастасии, это очень интересный вопрос. Да и Анастасия нечистая. А ну-ка давай посмотрим. За Анастасией стоят братья Цопа. Так? Он их там адвокатом, или кем он там у них числился. И, кстати, там и аферы были, всякое было. И вдруг непонятно. Вот помнишь еще в прошлом году, когда президентские выборы, Анастасия, у которого рейтинг был намного выше, чем у Санду, вдруг он ложится, образно говорят политическим, под Майю Санду. Кто дал ему команду лечь под Майю Санду? Что это такое? Ну, это кланы олигархические, у них между собой разборки, если нужно, они с дьяволом подружатся. А теперь у меня другой вопрос. Братья Цопа находятся в Германии. Так? Сбежали от правосудия, находятся там. И отплохать не указано. Наверняка там, и от него в том числе, наверняка там, мне так кажется, местные власти, я имею в виду окружение Меркель, а может, и сама Меркель, сказала, ребята, вы там что это? А ну-ка все под Майю Санду лечь. Обычно так и не. Не так ли оно было? Потому что, ну, необъяснимо, как ты идешь на выборы президента с таким рейтингом, намного превышающим рейтингом Майю Санду, и вдруг ты, оп, и непонятно что. Ну, к нам же приходили разные европейские эмиссары, которые диктовали. А теперь здесь другая штука. Смотри, она отказывается выставлять свою кандидатуру на пост мэра, и вдруг так красиво все ложатся наоборот. Что тут? Как ты думаешь? Что молодое поколение политиков думает? Наши люди должны понимать, что участие партии в политической гонке является ничем иным, как политической пропагандой. То есть, они выставляют себя на показ все общие, все знают об этой партии. Либо они против, либо за, но все знают про эту партию. Но из таких же резонов у нас вечные кандидаты на всех выборах являются и партида Верди Экологисту, у которого там 500 голосов по всей стране, или другие мелкие партии, которых никто не знает, но лишь бы кто-то узнал об этом, потому что они берут деньги из электорального фонда. То, что Майя не пошла на пост мэра, и это была, наверное, договоренность между ними еще на тех выборах президентских, потому что следующий шанс... Похоже, что это разыгрывается длинная партия, тут уступка за уступку, тут у всех свои планы, я думаю, так. Да, может быть. То есть, кишиневцы стали жертвами политических интриг. Так и есть. Но вы еще раз, я хочу вернуться к тому моменту. Те, которые считают себя такими мощными, большими партиями, проевропейскими и так далее, они втроем набрали всего лишь 35%. 30%. Это мы имеем в виду первый тур, который показал реальный расклад. Первый тур показал реальность. Там есть и приятные сюрпризы, такие как партия до либерал 3%. Вот это очень приятно. Я заценил это. То есть, Дарин сделал все, чтобы их партия 3% получила на первом туре. Но нельзя же, можно обмануть человека, некоторый период, но нельзя всех и постоянно обманывать. Когда-нибудь это всплывает. Но 3% все-таки продолжают свято верить, да? Да, да, да. Ну, это, может быть, административы, члены семьи и так далее, да. Как в том фильме. Русские не сдаются. Вот такие либералы не сдаются. Партия социалистов набрала 42% одиночку. Не то, что без поддержки других левых партий, как ПКРМ или партия Рената Лсатова, но при тяжелых политических ударах. То есть, они еще защищались от этих, боролись с этими, и они набрали 42%. И во втором туре они набрали 48% почти. 48% электоратов. В одиночку. Подожди, я все время подчеркиваю, в черте самого города 58% чабан набирает. И только за счет субурбей. Кстати, я еще вечером, в вечер выборов, когда пришли результаты, когда я посмотрел структуру результатов, я подумал, что можно было бы выходить с инициативой о том, что пригороды не исключаются из состава муниципия Кишинев, но они не будут иметь права голосовать за муниципальные советы, за мэра города. За мэра города. То есть, скажем так, все бенефиции городских инфраструктур им обеспечиваются, но решать судьбу собственного города, это несправедливо. Потому что они решают судьбу и своего пригорода, и они еще голосуют за мэра города. То есть, человек на ботанике, который живет на улице Дачи, он страдает из-за того, что кто-то в бочой, просто по принципам с Европой и без Европы, вот так вот он голосует. Да, понравился, не понравился. Идет и голосует. Не важно, за кого он голосует, за левых или за правых. Это его право. Да, он просто по-другому думает, по-другому мыслит. Потому что он не живет в этом городе. Или, или, когда вот люди, сейчас люди точно будут сказать, что вот он бред несет, какие-то идеи предлагает непонятные. Или давайте дадим шанс, к примеру, всему сектору Чекана голосовать за мэра пригородов. Можно такое сделать? Ну, если мы голосуем за вашего мэра, который вас администрирует, то давайте и вы за нашего голосуйте. Можно так? Ну, паритет, чтобы был. Я понял. Наверное, им не понравится, если кто-то на Чеканах, не зная о том, что происходит в этом селе, будет голосовать за мэра. Потому что они точно будут голосовать по политическим мотивам. Скажем так, за мэра Бачоя будет кто-то из Кишинева. Да, вся ботаника будет голосовать за мэра Бачоя. Вот им понравится это. Тоже они будут ходить с четырьмя булетнями. Они скажут, а ребята, что вы понимаете в наших... А наоборот же можно? Можно. Люди, которые только езжают в Кишинево и возвращаются, они не знают реальные проблемы, которые там есть. Что с инфраструктурой, что с... Они не ходят по этим дворам. Да. Да, и они голосуют за мэра. Мне кажется, это нечестно. Я вообще не понимаю, зачем это делается. Зачем дают право людям выбирать сразу двух мэров. Ну, если мы говорим про демократию, конечно. Потому что ты живешь в одном населенном пункте, у тебя есть право на демократию, ты решаешь центральную власть, и ты решаешь, кто будет у тебя дома в твоем населенном пункте. Но я думаю, наши законодатели специально задумали вот эту ловушку. Я думаю, что... И еще, тоже один момент. Это парламент работает. Они критикуют... Они постоянно критикуют левых. До этого были коммунисты, после коммунистов социалисты. Я еще помню, когда Булига ходила в 2011 году и говорила, господи, за кого хотите, лишь бы не за этих коммунистов. У нас город Кишинев в такой ужасной ситуации, потому что 10 лет его администрировал Киртог. Согласен. Но назовите мне хотя бы одного мэра Кишинева, который был с левой стороны. То есть, левого толка. Левые никогда не проходили в Кишиневе. Ситуация, которая у нас сейчас есть в городе, и люди это должны понять, это результат правления правых, проевропейских, прорумынских, прорумынских. Причем они постоянно упорно выигрывают благодаря вот этим пригородам. И неужели нельзя понять наконец, что это простой лохотрон, потому что уже сколько это длится и ничего не меняется. Я даже знаю людей, которые право толка, которые были важными чиновниками в Пелядеме или в партии-либералы и так далее, и они приходят ко мне и говорят, слушай, я знаю коррупционную схему, которую проворачивает сейчас либеральная партия. Или он говорит, что будет делать Настаса и так далее. Он обращается к нам за помощью. как этот Настаса собирается бороться с коррупцией, когда он даже не знает вот этой всей городской механики, инфраструктуры. А Чибан все эти схемы знает на языке. Он уже несколько лет работает, да, конечно. И знает, что с ними делать. И еще, давайте не будем забывать, что... А этот собрался бороться, ему честные неинтересно, а с коррупцией он будет бороться. Как ты будешь бороться? Как с честными? Нет, он же взял Лилиана Карпа в свою команду либерального депутата. Вот большой специалист начал бороться. Ну, начал бороться, что человек. Но то, что я хотел сказать, это Настасия ни один день в своей жизни не работала на государственной службе. Ни один день. Человек является фрилансером, то есть он сам по себе. Он адвокат, работает один. То есть административного опыта у него никакого. Никакого. Да, как он будет руководить нескольких тысяч людей в премарии. Тех же чиновников, скажем. Как он будет вести диалог с консилием Муничпал, потому что у него нет такого опыта. У него, он, весь его опыт, его работа, то он с кем-то договаривается или он просто кого-то защищает или обвиняет и так далее. И все. То есть он работает один на один. Дима, здесь есть одна тонкость, на мой взгляд. Ты помнишь, как накачивали в противовес городской думе горсовету, как накачивали правами функцию мэра. Ну, это чтобы угодить Михаилу Федоровичу гимпу, потому что тот альянс, то это. И заметь, они все время накачивали права мэра, разбухали, разбухали, а права совета как бы снизали. И вот сейчас приходит человек, у которого вот эти раздутые, раскачанные права, который в городском хозяйстве, в администрировании, как ты правильно сказал, ноль не имеет никакого реального опыта, и откуда ему взяться, все там по наслышке, где-то и так далее. Где-то симулирует. Как человек с таким, насколько опасен человек с такими полными, не потому, что он Настаси там злодей, и предполагает, что он там пришел, чтобы что-то там, а просто вот чисто с точки зрения его профессиональных навыков. Он попадает в среду, которая вся напечка на этими неолиберальными схемами, где все там это красиво. Он берет в помощники себе, как раз либерала, специалиста по этим схемам, а нет ли у тебя впечатления, с какой стати этот специалист по этим схемам будет с помощью Настаси бороться против того, откуда он вышел. Не является ли он казачком засланным? А с чего вы взяли, что он реально имеет такое намерение бороться с коррупцией? Нет, допустим, давай сделаем так, есть такой вот прием. Допустим, Настасин на самом деле болеет за город. И он, как сказал, мне чихать на очистные сооружения, буду бороться с коррупцией. И для этого я беру либерала одного из орлов коррупции, себе в помощники, как знающего, как с ней бороться. давай предположим, от хорошего пляшем. Что получится реально? Ну, ничего не получится. В общем, там же в этой примарии тоже люди из либеральной партии, Алильян Карп их выгонять не собирается и не будет. Скорее всего, они же не зря работали. Потом, давайте не будем забывать, что о втором туре либералы поддержали, Настаси. Чем-то отблагодарить надо? Конечно. Ну вот, они договорились между собой, даже если они такое внесли друг друг несколько лет назад, в том числе в 15-16 году, они обвиняли во всем, что хочешь друг друга. А сейчас пришел момент X, когда бандиты объединились и они руководят нашим городом. Так же, как они объединились в парламенте ранее. Вот говорят бином-бином, что либеральная партия постоянно выходила только с такими ложными заявлениями, а на самом деле они делили бюджет с Плохотником. Они же вместе воровали. Откуда они появились такие, честно, я понять не могу. Так же, как и это Майя Санду. Она голосовала за него на пост вице-председателя парламента. Майя Санду. А он за нее на постминистра. Майя Санду, потому что это такая темная лошадка, о которой вот этот образ Жанны Дарк, у которой за спиной история с аэропортом и с миллиардом и с этими несчастными детишками с интернатов. Вот это вот псевдо-Жанна Дарк, вот такая как бы Мальвина наша, Надежда и так далее. Что это за персонаж? Вот ведь она за спиной Анастасии. Я чувствую ее тень. Что она такое? Она за спиной Анастасии, за ее спиной и тоже за спиной Анастасии стоит перед ними. Еще раз повторяю. Эта партия родила всех этих чиновников, скажем так. То есть, скажем так, эта девушка Майя Санду вышла из-под Филата, это его как бы креатура. Это спасательный круг. Филат сидит, а девушка продолжает его дело. Да, и все перешли якобы от перед ними к Майя Санду, потом от Майя Санду, кроме тех, кто перешли к партию Демократ и к платформе. Сейчас я разговаривал с активными членами платформы Демократ Шади Вэр, они говорили, что у Майя Санду на самом деле партии нет. Это несколько людей на верхушке, это офис, это печать и подпись, конечно, Майя Санда. Все реальные партии, реальные территориальные организации. И поддержка запада адмассированные. Естественно, естественно, ну и посольство. Посольство США, посольство Европейских, Евросоюзов и так далее. То есть, с этой девушкой, которую, вот невинная Мальвина, которая, еще раз повторяю, и ее соучаствия и с аэропортом, и с Миняртом, и с этими парнями, несчастными детишками, что в интернате ночевали на чердаках, то есть, это не такая простая девица, это не такой простой персонаж, наивный и это самое, это человек, у которого за спиной и административная работа, и партийная, потому что она человек, и она на Западе, насколько я помню, она поработала, и я думаю, зарплату и сейчас там получает. То есть, это персонаж очень непростой. Да. И совсем не невинный и не наивный. Есть два момента, по которым я не доверяю, не доверял и не буду доверять ни Андрея, и Анастасия, ни Майя Санду. Майя Санду вернулась зарплаты в несколько тысяч долларов или больше десяти, это точно. И вдруг она вернулась сюда на постминистра за 7 тысяч лей. То, что я с финансовой точки зрения не понимаю, и если она была такой сильной патриоткой, она боролась за будущее нашей страны, почему она уехала оттуда, куда она пропала. Это первое. И вопрос, прекратили эту зарплату? Да, хороший вопрос. Я думаю, что не прекратили. И то же самое к Андрею Анастасии. Вы спросили, кем вы работаете, на что вы живете? Он сказал, Елсон, пришедитель партии Демни-Тати-Ша-Ди-Бэр. Здрасте. Подожди, а до этого партии не было? Нет, ну окей, ну что, он зарплату получает из партии? Там люди платят котизации Демембру, а он из этих котизаций делает себе зарплату? И второй момент. Когда в 15-м году, по-моему, платформа Демни-Тати-Ша-Ди-Бэр, но тогда была платформа Чивика, еще не было партий, этот весь Лаха-Трон только-только начинался. Как ты сказал? Лаха-Трон. Трон. Да. То они провели марш в Кишиневе. И они проходили мимо парламента Республики Молдова, где все они кричали «Парламент Лабу Курешти!» Если парламент Лабу Курешти, то пойти, пожалуйста, в переводе на русский наш парламент в Бухаресте. То есть нам не нужен этот парламент. А значит, нам и страна не нужна, выходит. Зачем тогда стать мэром ненужной страны? Иди к кандидатам в Бухарест, раз ты такой молодец. Иди туда. Майя Санду тоже самое. Если как политик я буду голосовать за Унири, а как человек, а как политик я не буду голосовать за Унири. То есть девушка-сторонница Унири претендовала на пост президента страны, которую собирала разрушить. Так получается. Есть у нас еще один политический чуть не сказал идиот в стране. Это Юрий Лянко, который, будучи министром, говорил, нельзя сейчас говорить про Унири. Это нецелесообразно для нашей страны. Потому что он тогда имел государственный пост, он тогда воровал. А сейчас воровал, да, в том числе голосовал. А сейчас он говорит, ну мы Унири, но и тот с этим румын. Дуэль остат румынецк. То есть поменялся полностью. Лянко сейчас ярый сторонник объединения. Да. То есть мальчик тут погастролировал и теперь хочет погастролировать. То есть интересные эти ребята. Вот здесь у меня опыт дипломата включается. Потому что мы с ним одно время как бы работали как бы по линии министерства иностранных дел. Меня всегда в Лянке поражала одна просто удивительная черта. Нас всегда учили. Да тот же Воронин говорил. смотрите ребята вы вот когда я в Китае был позлом вы едете говорить за рубежи страны. Вы представляете страну. Страна бедная. Страна нуждается в помощи. Вы должны за ее имидж. Вы должны всякие преференции. Вы должны 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 и я понимал что меня отправляют как на битву куда-то. За мной страна и вот я это а тут я смотрю на поведение Лянка помнишь перед подписанием вот этих знаменитых европейских ассоциаций. Значит приезжает к нам помнишь целая куча министров иностранных дел как десант целый больше 10 человек и он счастлив европейцы приехали и он услышать и вот у меня было такое впечатление в поведении этого человека ты же черт тебя побери ты должен бороться вот кстати как румыны поучиться у румын они когда эту ассоциацию подписали там румыны дрались за каждый пункт за каждый витамин за каждое право а этот который мечтает сейчас румынию этот готов был у меня такое впечатление что он ходил вокруг от тех западных ребят а чтобы вы еще запишите мы включите мы не солидный мало ты понимаешь вот это у меня и и и вот такие люди и вот такие люди такие вот как лянка мая сандруса вот это братья из бывших вот этих министров замминистров и так далее при премьер министров эти люди вот тут у них румянец не ночевал есть с памятью у них что-то непонятное у граждан тоже мы должны заметить и граждане которые поддерживают такую публику такие вот команды так и хочется спросить дорогие соотечественники ладно у них там чего-то с памятью чего-то с другим а у нас с вами как Вадима Ройбу представитель молодого поколения и задает нам всем этот вопрос продолжать Дмитрий хотите я вам скажу в чем наша проблема как общество когда мы рассуждаем о наших партнерах и других странах которых мы называем партнер и дизволтарь хотя никакого развития не видно и партнерства не видно у нас есть ложное впечатление что между странами есть эмоции есть дружба и так далее стран между странами чисто интересы и национальные интересы в хорошем смысле это не слово нельзя думать про международные отношения с точки зрения эмоций и так далее потому что вот их Россия обидела давайте поможем это не так нужен расчет трезвый расчет да но и когда наши люди уверены сто процентов что нам Европа поможет или другие говорят нам Россия так она нам сколько лет уже батенька помогает и где результаты и сколько миллиардов разваленный город вот и разваленная экономика разваленная давайте мы чуть-чуть коснемся этого вопроса чтобы наши граждане понимали минут шесть там осталось наши граждане понимали про то что означает международная помощь в том числе финансовая давай потому что зачастую они говорят вот же они же нам помогают а все воруют структура этой помощи следующая вот они выделяют к примеру 300 тысяч евро или миллион евро на разработку стратегии по развитию сельского хозяйства в республике Молдова или стратегию диаспора 2025 то есть до 2025 года и приходят несколько специалистов свои же из Европы которые получают зарплату по 800-700 тысяч евро в день и наши граждане об этом не знают я не буду знать потому что это ну секретно или не даются огласки так чтобы ни у кого сердце не не остановилось знаете на такие суммы работать и это прописано в контракте мы вам даем деньги но будут работать наши люди вот такой-то период и 70 процентов этих денег уходят на зарплаты своих же людей обратно в эти страны помощь запада возвращается возвращается назад да поэтому и не видно никакой разницы или они эффектно да но бывают конечно же хорошие случаи вот американцы сделали к примеру дорогу на Суроке да и то это получилась очень хорошая дорога потому что они сами сделали то есть если бы товарищи американцы не проследили за строительством этой дороги мы бы имели то что обычно мы да мы бы имели дорогу до Бельц к примеру то же самое потому что это сделали наше министерство и вот если бы они помогали нам реальными деньгами в реальном секторе вот давайте здесь построим фабрику там школу построим здесь отремонтируем садик и так далее то есть проектно да вот так было бы качественно вот у нас сейчас есть такого рода проект это при помощи но из кредита который нам выдает гуверна Румынии нам дает кредит и мы из этого кредита делаем какие-то проекты но это это больше проекты которые идут на популяризацию Румынии в республике Молдова потому что они берут несколько ведр с красками они красят школу все то есть ничего более и ставят большой плакат на стену который там несколько лет висит и написано репарат кожу торгу верную Румынию пропагандисты да в этом есть цели вы же слышите в обществе они же говорят что вот столько-то сотен садиков отремонтировали учебников истории да то есть такие фейковые проблемы решаются на самом деле но они за счет этого делают себе рекламу и пытаются влюбить людей в Румынии я скажу честно что мне не нравится как наше общество реагирует на то что у нас происходит мне не нравится потому что они либо разучились либо их до такого уровня довели что они не в состоянии нормально анализировать что происходит на самом деле и не чувствуют опасности да то есть им приходишь и говоришь что сначала торг коррупции он говорит хорошо я за тебя и все то есть люди не задают сами себе вопросов они сами не анализируют качество а как он собирается это делать хотя бы очень просто откуда у него деньги в парте а кто такой ЦОПа для него если торг коррупции ну давай тоже ЦОПу прекратите связи Дмитрий у нас вот потихоньку программа подходит к концу что бы ты хотел сказать нашим дорогим соотечественникам нашим телезрителям все заметили что на этих выборах в Кишиневе вышло очень-очень мало молодежи то есть молодежь не заинтересована в политике и не заинтересована в том что у нас происходит и кто у нас будет определять погоду в стране они не заинтересованы то есть равнодушны да тем самым бойся равнодушных помнишь да тем самым эти же люди они постоянно плачут и в фейсбуке и везде и блоги и лайфы делают что все на стране плохо я уезжаю то есть они сами себя деморализируют они не хотят ничего делать и они зачастую даже не хотят думать зачем думать и это у большого части молодежи очевидно у нас идет на протяжении последних лет политика настроена в сторону чем меньше ты знаешь чем менее ты умен тем полезнее ты для власти и мне кажется что эта политика не идет и вообще лучше чтобы ты вообще свалил бы страны и опасности Майдана освобождая территорию это к сожалению поэтому мой призыв будет давайте мы будем больше размышлять когда они придут нам давайте задавать им нормальные вопросы а не чекредит здесь прелимба румына с опушеной здесь прелимба коррупция нормальные вопросы как ты это будешь решать как ты то будешь решать и тогда мы будем вычислять этих артистов которые развежают раз в 4 года по нашим селам по нашим городам и дурят этот народ но на самом деле они воруют так как делала и Майсанду как делала и Лянка как делала и сам Настаси на посту этой партии как они как они поступают с нашими жителями и посмотрим что он будет делать на посту мэра как делает эта демократическая партия как делают другие партии в принципе это будет мой призыв спасибо спасибо вам за выступление спасибо за участие дорогие соотечественники итак у нас в гостях был Дмитрий Ройба как я говорил представитель молодежи нового молодежного поколения скажем в общественных делах активист человек как видите обладающим уже довольно значительным жизненным опытом который хорошо знает дела молодежи видит в другом ракурсе события чуть-чуть чем привыкли все мы видеть это очень отрадно что у нас есть вот представители молодого поколения которые говорят что наша общая беда и молодого поколения в частности это равнодушие вот этот кто-то сказал о том что все зло которое есть в мире от равнодушия от неучастия от безучастия и это на самом деле так благодарю за внимание год пройдет очень быстро напоминаю что у нас мэр избран всего лишь на один год и желаю нам всем чтобы мы за время этого года хорошо присмотрелись к тому что происходит хорошо поняли конву событий и через год пришли на избирательные участки умудренные жизненным опытом и желанием размышлять желанием понимать кто мы такие куда мы движемся кто нас и куда призывают как говорил наш замечательный герой Юлия Висфучик люди я любил вас будьте бдительны вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич и Субтитры создавал DimaTorzok